Приветствую вас, возлюбленные! Сегодня у нас 5 апреля 2020 года. Сегодня у нас будет трапеза Господня, причастие. В онлайн режиме. Что для этого необходимо? Вы видите, что у нас на столах стоит пресный хлеб и вино. Во время проповеди вы можете приготовить по домам также пресный хлеб, если у вас есть, и также приготовить вино. И в конце мы будем молиться за хлеб и вино, за тело и кровь Иисус Христа. И в края на тази проповед, мы ищите, молимся за тело на Господь и на кровь на Господь. И все те, которые крещены во имя Господа Иисус Христа, могут вместе с нами принять причастие сегодня. И всички, които са били крестени в имято на Иисус Христос, могат да приемат причастие с нас. Тема моей проповеди сегодня – Бог Великий Уравнитель. Темата на нашата проповедь днес е Господ Велик Уравнител. Первое место, которое сегодня хочу открыть, оно находится в послании к евреям, апостол Павел. Первое место, которое искам да утворя днес, е послание к евреям. Первая глава. С первого по 13 стих. От первого до 13 стих. И мы начнем читать. И не еще започнем да читаем. Бог многократно и многообразно говоривший изребле Отцам в пророках. Бог, който при разни частични сообщения и по многу начиней говорил в старое время на бащите, через пророците. В последние дни си говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. И в края на тие дни говори нам, через Сына, когото постави наследник на всичко, через когото и направи световете. Сей, будучи сияние славы и образ и поста си его, и держае все словом силы свои, совершив с собой очищение грехов наших, в осел одесную величие на высоте. Който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото существо, и държайки всичко через своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седнал одясно на величието на високо. Будучи столько превосходни ангелов, сколько славнейше пред ними наследовал имя. И стана толкова по-горено от ангелице, колкото името, което е наследил, и по-горно от тяхното. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя и еще, я буду ему отцом и он будет мне сыном. Защото кому от ангелите е рекал Бог някога, ти си мой син, аз днес те родих, и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонится ему все ангели Божии. А когато пък въвежда первородния в вселенната, казва, и поклонете се нему всички Божии ангели. И за ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък. Давайте мы запомним вот эту мысль о том, что Бог свой пламенеющий огонь творит с помощью своих служителей. Нека запомним тази мысль, че Бог чрез този огнен пламък го твори чрез неговите служители. Огонь Святого Духа приходит чрез нас. Тех, которые служат Святому Духу. Точнее, чрез Святой Дух. В силе нашего Господа Иисуса Христа. Восьмой стих. А о Сыне, престол Твой, Боже, в век века, жезл царства Твоего, жезл правоты. Девятый стих. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Смотрите, Иисус Христос любит правду и ненавидит беззаконие. Дальше. Посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости, боле соучастников Твоих. За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с мирно на радост повече от Твоите събратия. И вначале Ти, Господи, основал землю и небеса, дело рук Твоих. И пак в началото Ти, Господи, се основал земята и дело на Твоите ръце и небето. Они погибнут, а Ти прибываешь и все обветшают как риза. Те ще изчезнат, а Ти прибудваш, да, Те всички ще ухвеят като дреха. И като одежда ще ги свиеш и те ще бъдат изменени, но Ти си същият и Твоите години няма да се свършат. И последний стих. Кому, кога из ангелов, сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. И последний стих. А кому от ангелица е рекал някога, сиди, одесно ми, докле положа враговете Ти за Твои подножие. Аминь. Аминь. И последний стих, он очень мощный. Спросите у себя прямо сейчас. Питайте себе си сега. Кому когда-либо Бог говорил. На кого някога Бог и казал. Васядь с правой стороны от меня. Сиди, одесно от мен. И я буду поборать за Тебя. И я ще се боря за Теб. И положу всех Твоих врагов. И ще победя всички Твоите врагове. И положу их Твоим ногам. И ще сложа, и ще ги сложа в Твои подножие. Кому так Бог мог сказать. На кого Бог би могил да каже това. Аз мога да кажа, че на никого. Только одному. Только своему Сыну. Само на Своя Син. Бог посадил Иисус Христа, адеснуя Себя. Бог е сложил Иисус Христос, одясно на Себе Си. И сейчас всех тех, кто считает Иисус Христа своим врагом. И сега всички, които смятат Иисус Христос за свой враг. Ненавидят Иисус Христа. Мразят Иисус Христос. Гонят Его Церковь. Които гонят Церквата Му. Бог ложат к ногам Иисуса Христа. Бог ги слага в подножието на Иисус Христа. Бог ги слага в нозете на Иисус Христа. И еще раз повторю. Бог, Сам Бог ложат этих людей, бесов, духов к ногам Иисуса Христа. Сегодня моя основная мысль. Что Бог, Он великий уравниватель. Он кого-то приравнял. Приравнял к самому себе. Прошлий раз я проповедовал на такую тему. Послание к филиппинцам, 2 глава, 6 стих. Что Иисус Христос, будучи образом Бога. Не почитал хищение быть равным Богу. А здесь мы прочитали в 3 стихе. Что Иисус Христос, будучи сиянием славы. И образ и постася Его. Иисус Христос не был создан по образу и подобию Божьему. Он есть сам образ и подобие Божьего. Мы люди были сотворены по образу и подобию Божьему. Но Иисус Христос, Он является сам образом самого всемогущего Бога. Никто из христиан не должен сомневаться, что Иисус Христос – это вторая ипостася всемогущего Бога. Ипостася на Бога. Что Он является всемогущим Божьим Словом. Которое вечно пребывало в Боге Отце. И через это Слово все началось, что начало быть. Бог сотворил все видимое и невидимое посредством Своего Слова. И все закончится через это Слово. И что у этого Слова нет ни начала, ни конца. Он вечно существующий в недрах Отца Своего. Иисус Христос – Иисус Христос – Иисус Христос – сам Иегова, който вечно существует. Но что делает Бог посредством Иисуса Христа? Спроси у себя, ты сегодня во Христе Иисусе? Если ты во Христе Иисусе, то ты сегодня равен Богу. И ако днес се намираш в Иисус Христос, значит, си равен на Бог. И это очень радостная весть. Какое преимущество мы, как христиане, получили? Что усмотрел о нас Бог, Отец, еще прежде сотворения мира? Я хочу сказать тебе нечто лучшее, что мы имели в первом Адаме. Мы получили в последнем Адаме. В первом Адаме мы были сотворены по образу и подобию Его. Во втором Адаме, в последнем Адаме Иисус Христе, мы являем сам образ Христов. Сам образ всемогущего Бога. Но это не автоматически, не сразу происходит. И давайте мы это прочитаем. Во втором послании к Коринфянам, третья глава с 14 стиха, тот же самый Апостол Павел Апостол над язычниками говорит нам, но мы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается не снятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Да ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но когда обращается Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. А Господь е Духът, и где Той Господния Дух, там е свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Смотрите, как прекрасно написано. Мы, христиане, преображаемся в этот славный образ. И во Христе Иисусе мы становимся равными Богу. Взирая на кого? Взирая на славу Господню. Только взирая на Иисуса Христа. Только уповая на Него. И еще раз повторю то место, которое мы уже прочитали в Послании к Евреям 3 главе, о том, что Бог свой огонь на эту землю изливает через своих служителей. Огонь не просто так изливается с неба. Он изливается через Божьих служителей. Через помазанных служителей. Через живых христиан. И последнее место, которое сегодня хочу прочитать, оно написано в 28 главе Евангелия от Матфея. В последней главе, 28. И оно получило название среди христиан как великое поручение Иисуса Христа. 28 глава Евангелия от Матфея с 18 стиха. 28 глава от Матея, 18 стих. И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Идите, прочитайте, научайте всички народы и крестяйте их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни и до скончания века. Аминь. И вы знаете, сегодня я хочу до вас донести основную мысль. Какое преимущество мы имеем во Христе Иисусе? Если Адам был создан по образу и подобию Божьему, во Христе Иисусе мы стали равными Богу. И призваны творить все то, что и Иисус Христос когда-то творил. Эту информацию вы не прочитаете нигде, ни в какой литературе. Это я получил буквально на этой неделе, на днях позавчера. Я верю в то, что это очень свежее и очень актуальное послание. В чем его актуальность? Его актуальность заключается в том, что после того, как мы приняли звание Иисуса Христа и стали христианами, мы автоматически не становимся равными Богу. Очень важно войти во святая святых. Много и важно да влезем в пресвятото място. Самое близкое интимное общение с Богом Отцом. И получить свое призвание. И да получим нашето призвание. Что это за призвание? Какво это ва призвание? После того, как ты получил помазание силу и власть, след като си получил помазание силы и власть, во Христе Иисусе, Иисус Христос, ты призван просто низводить огонь с неба. В Великом Поручении написано так. Идите и научите все народы. Чему научите? Что это за учение такое? Это все то же самое учение Иисуса Христа. И дальше. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что такое крещение? Крещение от слова «баптизо», греческое слово. Оно буквально переводится как погружение. То есть буквально мы призваны погружать людей в Отца, Сына и Святого Духа. То есть буквально мы призваны да потапим хората в Отец, Иисус и Святее Дух. Конечно, через водное крещение. Конечно, через крещение Святым Духом. Через огненное крещение. Через крещение с пытаниями. Но самое главное мы должны понять. Мы призваны погрузить людей в самого Бога. В самого Бога Отца. В самия Бог и Отец. Через жертву Иисуса Христа. Через жертву на Иисус Христос. Через его драгоценную кровь. Силою Святого Духа. Силата на Святия Дух. Вводить людей в самое близкое и тесное общение с Богом Отцом. Такие ввеждам и в най-тесното и интимното общение с Богом. Двадцатый последний стих. Учай их соблюдать. И скажи, повтори за мной, соблюдать. Повторите след мен, като ги учите да пазят. Соблюдающие заповеди Господню наследуют все. Тези, които пазят заповеди на Господь, ще наследят всичко. Соблюдающие все заповеди Господни, могут сказать Богу Отец. Не просто говорящие, что мы христиане, мы православные, мы верим в Бога, мы крестимся, мы кланимся. Не просто тези, които кажут, ни сме вярващи, ни сме православни, ни секрештаваме, ни се молим. А кто соблюдает все? А кой соблюдал всичко? Только Иисус Христос соблюдает все. Сам Иисус Христос спас во всичко. И мы во Христе соблюдаем Его заповеди. Когда делаем то, что Он когда-то делал. Когда говорим не просто слова. А подтверждаем свои слова делами. Не просто слова, которые просто сотрясают звук. Не просто какое-то теологическое красноречие. Не просто какого-то человеческого мудрости. А слова, которые сегодня спасают души. Слова, которые сегодня исцеляют души. Слова, которые сегодня воскрешают души к вечной жизни. И сегодня я вас призвала к практике. Лично я как проповедник, который проповедует уже 28 лет. Лично аз като проповедник, който проповедва вече 28 години. Я остал от просто говорителей. Аз се изморих от тези, които само говорят. Которые просто говорят, 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 говорят. От тези, които само говорят, говорят, говорят. И через это ослабевает Евангелие. Книга Деяния говорит, что слова апостолов сопровождались великими чудесами и знаменами. Потому что они шли и не только говорили, они шли и соблюдали. Они возлагали руки на больных, и больные получали тут же исцеление. Они молили за мертвых, и мертвые воскресали. Они молились за зависимых, за одержимых, за бесноватых. И эти люди получали освобождение. Они несли практическое слово. Потому что Иисус Христос повелел нам, заповедовал. Будете делать. Это написано в Евангелии от Ана. Будете делать то, что Я делал. И даже более того, Иисус Христос не говорит, что Вы будете говорить то, что Я говорил. Иисус Христос обращает наше внимание на дела. Дела, которые в Господе соделаны. Дела, которые в Господе делают. Мы сегодня призваны спасать. Мы сегодня призваны исцелять. Мы сегодня призваны освобождать. И мы сегодня призваны воскрешать вечность жизни. К чему сегодня я хотел бы вас призвать? Вы знаете, мы живем в такое трудное время, в времена кризисов, различных кризисов. Но я хотел бы сказать, что именно это время христиан. Это время прославить нашего Господа. В падающем самолете нет атеистов. Наш самолет не падает. Сам Господь носит нас на крылах своих. И мы никогда не приткнемся ногой о землю. Поэтому прославь нашего Господа. Вы знаете, так получилось, что именно в тот момент, когда наступил кризис, наша поместная церковь в городе Варна, которая состоит из Болгар, русских, украинцев, белорусов, молдаван, корейцев. Мы сейчас пробуем выкупить здание. Мы внесли четвертое часть сумы за это здание. У нас есть мечта. В этом здании заниматься практикой. В тази сграда да практикуваме. Изцелять больных. Да изцеляваме болните. Освобождать зависимых. Да освобождаваме зависимите. И молиться за умерших. И да се молим с тези, които са ученики. Мы уже имели такой опыт в Казахстане. Ние вече имахме подобен опыт в Казахстане. У нас и сейчас там есть здание. Ние сега имаме сграда там. В которого мы раньше и молились, и освобождали. И Бог являл там великие чудеса. Но теперь мы что-то хотим сделать в Болгарии. Я верю в то, что Господь это хочет. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на снимки этого здания. Это здание, которое мы выкупаем в городе Варна. Мы уже внесли первую сумму. Мы уже вошли в это здание и начали делать там первая ремонтная работа. Можно следующие снимки? Здание в два этажа. С возможности расширить его и в ширину и высоту. И мы хотим на базе этого здания помогать детям с детским церебральным параллезом. С детским церебральным параллезом. С аутизмом. С детской эпилепсией. Детская гидроцефалия. Хотим помогать им восстанавливаться до полного восстановления. Хотел бы, чтобы вы посмотрели вот это видео. Я уже показывал в ноябре прошлого года. Здесь вы можете увидеть нашу практику. Мы ездили туда, в этот город Сиан, вместе с супругой. И в эту клинику поступила девочка, 13 лет. С детским церебральным параллезом. По западной медицины она считается неизлечима. По европейской медицины ей помощь невозможно. Если бы она поступила раньше, то, может быть, и западные врачи смогли немножко ей помочь. Ако беше пристигнала порано, может быть, и западная медицина биха ей помогна. Но она поступила слишком поздно. Так, если бы она поступила непреколенно вкусно. Да. Детский церебральный параллез уже намного закоснелся. Прогрессировал. И вы можете увидеть, что эта девочка не могла ни кушать, ни вставать, ни ходить. Вы можете да видеть, что вам умничать не может ни туда еде, ни туда стань, ни туда прави нечто. Не могла разговаривать. Не может говорить. Через какое-то время с ней начали работать реабилитологи. И через некоторое время закончили работать с ней реабилитатурой. Среди этих реабилитологов есть верующие христиане из подземной церкви. Которые не демонстрируют свое христианство. А просто выполняют свою работу. Просто любят. Просто обичат. Просто молятся. Просто се молят. Просто помогают. Просто помогат. И эта девочка начинает делать первые шаги. И наш брат ее поддерживает. Через какое-то время эта девочка начинает самостоятельно спускаться по лестнице. Через некоторое время два мяча започла самостоятельно. Запустила детей. Садись, отставать. До сада. Достава. Можешь уже мыть руки. Можешь вечеринять рецепт. Ухаживать за самой собой. До секрежи за седуши. Раньше ничего этого она не могла делать. Среди ничего с вами не могла заправиться. Дети в этой больнице окружены невероятной любовью. И лица-то в тазе болны с укражением невероятной любовью. Им дают колоссальную психоэмоциональную поддержку. Им всегда в невероятном психоэмоциональном подкрепке. И лечат только природными средствами. И лечат только природными средствами. Всем тем, что сотворил Господь. Состочку он вакуэту создал Господь. И с какого-то времени эта девочка уже самостоятельно кушает. Начинает разговаривать. Начинает улыбаться. И начинает самостоятельно ходить. Посмотрите, какая улыбка. Ей уже здесь 16 лет. И чуть-чуть позже вы сможете увидеть о том, что эта девочка уже улыбается. И уже разговаривает. Разве это не Божья слава? Вот это то, что мы планируем делать вот в этой практической церкви. Но сегодня нам нужна помощь. Бог мне так открыл. Что если у вас есть вера. Я бы не хотел, чтобы мы это сделали только своими силами. Я бы хотел обратиться к вам, к христианам. К христианам Болгарии. К живым христианам Болгарии. Которые слышат голос Божий. Которые подчиняются Духу Святому. Которые призваны соблюдать Его заповеди. Я бы хотел, чтобы вы также приняли участие в этом проекте. Вы можете просто посеять свои финансы. Каких-нибудь 5-10 лево. Любые финансы подойдут. В будущем вы сможете стать волонтером в этой... Я ее так назвал в христианском лазарете. Слово Лазарь. Я бы хотел, чтобы церковь что-то делала. Я бы хотел, чтобы церковь демонстрировала свою власть и силу. Вот в это страшное время. Изучая христианскую историю. Мы с супругой заметили. Что в самые страшные времена. Когда Бог начинает сотрясать землю. Здание, которое стоит на камне, оно всегда устоит. Сградата, которое стоит върху камок, тя винаги ще уцелеет. Здание, которое стоит на песке, оно всегда упадет. Тя винаги ще падает. Песок, это пустые слова. Пясока, са праздните думи. Слова, которые зыбки. Думите, които са крехи. Сегодня проповедник говорит одно. Днеска проповедника казва едно. Завтра говорит другое. А утре казва другое. Сегодня власти, мущие говорят одно. Днес тези, които имат власти, казват едно. Завтра говорят совершенно противоположное. Но служители Божьи говорят всегда одно и то же. Но Божьите служители винаги казват едно и също. Они говорят твёрдое Божье слово. Те казват твёрдото Божье слово. И более того, что они говорят, и повече от това, което казват, они исполняют это слово. Те го исполняват. И поэтому я призываю вас к конкретному действию. И за това днес аз ви моля за конкретни действия. Бог устал от размножения праздноговорящих церквей. Поэтому эти церкви будут падать. Устоят только те церкви, которые что-то делают. Реально что-то делают. Которые исцеляют, освобождают и воскрешают. Которые стоят на камне. Которые стоят на скалата. И этот камень наш, наш Господь Иисус Христос. Слава нашему Господу. И вы знаете, вот эта сила, которую мы имеем, когда мы двигаемся в Духе Святом, когда мы слушаем голос Божий, и самое главное, когда мы подчиняемся Иисус Христу, когда мы смирены под Его крепкую руку, дьявол бежит от нас. Дьявол бяга от нас. И поэтому Иисус Христу сегодня нужна живая практическая церковь. Давайте что-то сегодня сделаем для Иисуса Христа. Давайте сегодня что-то сделаем для Его церкви. Мы Его церковь. Давайте мы что-то сделаем для Болгарии. Сделайте что-то сегодня для своих детей. Направите нечто днешне за своите деца. В Китае уже есть такая клиника. Она уникальная. И они готовы отправить своих служителей, чтобы они обучали наших служителей. Но у нас на сегодняшний день нету плацдарма. Точнее, уже есть. Но нам надо его выкупить до конца. Давайте мы сделаем это вместе. С Божьей помощью. В Божьей силе. Божья эта сила. И докажем всему миру что именно во времена кризиса церковь Божья стоит и процветает. И делает очень много благих, прекрасных дел. Недавно мы вспоминали на этой неделе что в Карабахе в прошлом веке, в конце 20 века было страшное землетрясение. И почти все жители этого города они погибли. И почти все здания в этом городе были разрушены. Но одно здание стояло очень прочно. И это была церковь. Церковь, в которой молились верующие христиане. И люди когда узнали что церковь стоит никакое землетрясение не смогло сокрушить. Они просто ринулись в эту церковь. Те, которые остались живых. Они пришли в эту церковь и сказали с вами Господь Бог молитесь за нас чтобы нам выжить. Чтобы выжили наши родные которые еще остались живы. Этот мир должен увидеть что христианам ничего не страшно. Какой там коронавирус? Тот, кто в нас больше того кто в этом мире. Когда Иисус Христос вошел в дом Петра и его теща заболела горячкой и так далее. Иисус сказал несколько слов. Он просто запретил эти горячки. И эта женщина встала здорова. Если бы Иисус сегодня захотел несколько слов и коронавируса нет. Но Господь допускал этот коронавирус для того чтобы испытать нашу веру. Сегодня испытывается наша вера. Во времена изобилия веру никак не испытать. Все есть и вера в принципе не нужна. Вера нужна во время испытания. Вот эта эпидемия пандемия кризис показывает кто действительно верит. Тази пандемия и този кризис наистина показывает кто верит в Иисус Христа в том огонь огонь Святого Духа. И куда этот верующий входит оттуда уходит убегают всякие бесы. всякая зараза просто бежит. Давайте вот это демонстрировать. Нам не страшен никакой вирус никакая пандемия. Даже если придет самая страшная чума или тиф. Нам христианам это не страшно. Потому что мы в сердце самого Бога. Бог велик и уравнитель. Посредством Иисус Христа Бог вел нас во святая святых. Через исполнение заповедей Его в тот момент когда мы идем и спасаем человеческую душу Бог идет во мне. Он спасает. Он исцеляет. Он всемогущ. Если с нами Бог то кто против нас. Давайте мы запомним сегодняшнюю мысль. Бог во Христе Иисус поставил нас себе наравно. Он великий уравнитель. Вел нас во святая святых. И дал нам безграничную власть во Христе Иисус Иисус сказал что дана мне всякая власть на небе и на земле. Мы имеем эту власть во Христе Иисус Мы имеем это призвание Скажи я имею призвание Я имею призвание во Христе Иисус Спасать исцелять освобождать и воскрешать Давайте мы еще помолимся за Хлеб Господин и за Вино Господне просто вкъщи възложите ръцете си на хлеб и на вино которое вы приготовили и помолитесь во Иисус Христа Господь Иисус Христос через это причастие дай мне вновь обновить завет с Тобой дай мне вновь открыть свое призвание я узнал свое предназначение я создан Тобой и я создан для тебя только одно предназначение я создан Тобой и для тебя никакой наркотик никакой алкоголь никакой допинг не сменит мне общение со Святым Богом самое великое наслаждение я имею в интимном общении во Святая Святых я плоть от плоти твоей кости от кости так говорит твое Святое Слово и ты хочешь чтобы я не пристанно омывался драгоценной кровью твоего единородного сына Иисуса Христа дай мне в этом теле применять твою силу и твою власть облезь во все оружие Божие идти вперед и поражать врага и разрушать все дела дьявола всякую ложь дьявольскую всякую заразу и сегодня все те кто помазан кровью Иисус Христа косяки дверей наших сердец наши сердца все те кто помазаны этой кровью они находят под самой мощной защитой и ангел губитель проходит мимо и все те кто не помазаны этой кровью они будут подвержены коронавирусу и другим мором гладом землетрясением пока пока войдут во спасение пока не войдут в тело господнее пока не крестятся в любовь небесного отца сегодня время благоприятное сегодня день спасения и мы входим в это славное общение омывшись драгоценной кровью Иисус Христа и мы молились на этом месте во имя Отца и Сына и Святого Духа во имя нашего Господа Иисус Христа аминь и теперь вы можете с чистыми сердцами принять тело Господне и кровь Иисуса Христа пусть Бог вас обильно благословит счет нашей поместной церкви будет идти строчкой под этим видео обращением и Бог видит ваши сердца мы просим вашей помощи Бог ожидает вашего содействия что вы станете частью этого проекта частью любого проекта который подымет Болгарию на ноги я приведу в конце самый простой пример я кореец и я знаю историю Южной Кореи именно во времена кризиса примерно около 60 лет тому назад Южно-Корейская церковь встала на колени и они не только молились они очень много молились и они очень много работали после военные годы для восстановления Южной Кореи через какое-то время когда правительство увидело что христиане эффективны в законодательство Южной Кореи вошла заповедь молись и трудись молиться и трудиться за 50 лет Южная Корея стала одной из самых высокоразвитых стран и всякий президент как и в Америке выбирается из какой-то христианской динаминации это обязательное условие потому что целая нация увидела что христианство это очень хорошо живое христианство это очень эффективно живая церковь она идет со знаменами как полки со знаменами она грозная и страшная она ничего не боится и все разбегается перед ней и все просто склоняется и все вынуждены призвать признать что это церковь всемогущего Бога да вот это церковь всемогущего Бога потому что она действована и очень эффективна пусть Бог вас благословит хранит вас от всякой заразы да пребывайте в самой зенице небесного отца и да хранит вас Господь аминь хранит Продолжение следует...